Доброе утро, крымчане! Да, действительно, сегодня поговорим о проблеме газоснабжения отдаленных от центра районов Керчи. Поговорим сегодня об этом с нашим гостем, руководителем Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства государственного унитарного предприятия Крымгазсети Владиславом Христофоровым. Владислав Владимирович, доброе утро! Доброе утро! Владислав Владимирович, давайте сначала поговорим в первую очередь о проблеме газоснабжения поселка Героевская. Это поселок курортный на 300 домовладений, там много пансионатов, долгое время уже жители ждут, когда к ним придет газ. Расскажите, вот какие подвижки есть в решении этого вопроса, есть ли они вообще? Действительно, подвижки есть и подвижки очень серьезные. На сегодняшний день уже определен заказчик, который в ближайшие дни приступит к строительству подводящего газопровода к поселку Героевского. Да, трасса будет очень сложная, потому что, скажем так, непростой рельеф, очень много коммуникаций. Но я думаю, что мы будем поддерживать плотную связь с застройщиком и все вопросы будем решать оперативно по мере их возникновения. Помимо этого, значит, на сегодняшний день происходит сбор предварительных данных для изготовления проектно-изыскательской документации непосредственно по распределительным сетям самого поселка Героевская. В настоящий момент между ГУПРК Крымгостетии и Министерством топлива и энергетики Республики Крым подписана дорожная карта, в которой четко указаны сроки изготовления проектно-изыскательской документации, проведение экспертизы, получение положительного заключения экспертизы. Ну и сам этап строительства тоже указан и прописан в данной дорожной карте. Поэтому это все уже, скажем так, принимает законченную форму, это все начинает уже переходить от слов к действиям, и я думаю, что в ближайшее время строительные работы начнутся. Что касается непосредственной газификации самого поселка Героевского, то до сентября месяца, скажем, указаны сроки по изготовлению проектно-изыскательской документации, и после сентября уже непосредственно начнутся работы по монтажу газовых сетей в самом поселке и подключению домобладений и других предприятий, которые там расположены, к сетям газоснабжения. Поэтому я думаю, что 2020 год для поселка Героевское будет очень напряженным, но напряженным в хорошем плане, да, то есть именно связанный с строительством и подводом голубого топлива. Поэтому я думаю, что к концу года даст, ну если все у нас, а я на это очень сильно надеюсь, получится, то в поселок Героевское зайдет газ. Владислав Владимирович, насколько я понимаю, подключение к газоснабжению будет происходить по желанию, да, то есть если в домовладении хотят подключиться, то это произойдет? Да, ну дело в том, что мы уже, скажем так, наше предприятие Крымгазсети выполняет газификацию населенных пунктов и в других регионах Крыма, да, уже, скажем так, есть определенный опыт. Поэтому принято решение, что при строительстве распределительных сетей мы будем проектировать и вода непосредственно к жилым домам и предприятиям. Вот, ну а потом уже, конечно, собственник сам определяет, какие газовые приборы он хочет установить, что у него должно быть установлено. И, скажем так, заказывает проектную документацию, согласовывает и выполняет монтаж. Спасибо большое за информацию, Владислав Владимирович. Я надеюсь, что все запланированное сбудется. А мы будем следить за развитием ситуации, непременно расскажем об этом в своих информационных сюжетах. Коллеги, я передаю вам слово. Продолжение следует...